Я вижу его на склоне холма. Медленно догорает пурпурный закат. От горы стелется длинная черная тень. Прихотливой змейкой вьется узкая тропинка, уходящая ввысь, и по ней, поднимаясь с уступа на уступ, пробирается путник. Я знаю его. Я смотрю в эти ясные, круткие глаза, обрамленные светлыми прядями струящихся волос, и душа наполняется священным трепетом. Передо мной сам несравненный, божественный Иисус. Медленно и серьезно пробирается он по извилистой тропе. Какая-то глубокая дума горит в его взоре. Что ищет он там, на вершине горы? Ведь наступает прохладная ночь. В долине смолкает говор и шум. Всюду стонная тишь. Быть может, там ждет его кто-то, или ему негде уснуть. Погасла заря, и бесчисленным роем засверкали звезды. На мгновение мрак окутал вершину, но вот величаво выплыл серебристый месяц, и холодным светом пронизал клубящуюся мглу. Задрожали пугливые тени и побежали прочь. И тогда я снова увидел его. Он стоял одинокий на диком скалистом утесе. Колени Христа были склонены, как для молитвы. Губы тихо шевелились, а вдохновенные глаза смотрели прямо вверх. Налетевший откуда-то ветер вдруг сколыхнул его широкие одежды, заиграл волнистыми волосами, порывисто вдохнул в лицо и снова унесся вдаль. Потом мне показалось, будто бы он встает, чтобы сойти вниз. Но нет, вглядываясь пристальней и зорче, и дивное, чарующее зрелище озаряет меня. Он протянул свои божественные руки к далеким мигающим огням, а те заискрились веселей и ярче, столпились радостным звенящим хороводом и ткут золотые крыченые нити к затерянной крохотной земле. Потом я заметил, как голова его склонилась на грудь, но руки все так же дрожали в лунном свете и словно звали, просили, рыдали. Только в тот момент я понял вполне, что Христос молится, молится Сын Бога. О, какая дивная и непостижимая тайна! Он тоскует и плачет о гибнущем человеке. Как часто уединялся он по ночам для глубокой проникновенной молитвы. Я вдумываюсь в этот чудный подвиг героизма, смирения и всепобеждающей необъятной любви. Прослеживаю всю жизнь Спасителя от первого криком младенца до последнего стона на кресте и склоняюсь в безмолвном экстазе. Я трепещу, я припадаю к Твоим ногам, о Боже, в священном преклонении и благоговейном восторге. Ты молился, молился всю жизнь, и ведь Ты же Бог, а я. Часто ли я смиряюсь с Твой гордый разум, жажду ли говорить с Тобой, упиваться словом Твоим, взывать в покорной мольбе? Прости, прости! Будь же Ты коленопреклоненный на вершине зеленой горы, роняющий жемчужные слезы и жаждущий всю ночь от Отца, обновляющий творческой силы снова, теперь уже навсегда, моим незабываемым, дорогим примером. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова